Умирающий свет 2, оставайся человеком. Всем привет, с вами Лайкэп, Dying Light 2. Я особо не ждал эту игру, потому что первую часть я не оценил, да, в ней был прикольный паркур, но почему-то персонаж быстро уставал, и как бы это постоянно тебя ограничивало. Да, еще была зрелищная боевка, большая кастомизация оружия, но также бесило, что оно быстро ломалось. И после того, как находил по сюжету огнестрел, все эти дубинки-топоры уходили точно на второй план, потому что автоматы не ломались, а патроны можно было просто докупать. Также не очень понимаю фишку с последними DLC, зачем-то добавили большую локацию, почти без построек, и дали машину, карт. Как бы игра про зомби и паркур, а тут одного элемента нет. Ну и мне кажется, это было каким-то странным решением, хотя и плюсов игры тоже достаточно много. Во-первых, большая локация, почти в каждый дом можно было забраться, как я и говорил, кастомизация оружия. Интересный паркур, но и в целом атмосфера, это точно было что-то новое, что-то необычное, и эта игра точно смогла разбавить и принести что-то новое в жанр игр про постапокалипсис. Что же нам предложит вторая часть, сейчас обо всем расскажу. Ну а если ты здесь впервые и тебе нравится тематика игр, консоли и ПК, то ты попал на нужный канал. Подпишись, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Это видео будет больше как первое впечатление от игры, потому что, ну логично, я еще не успел пройти игру. Попозже сделал еще один ролик, уже когда посмотрю концовку. А я так понял, там она еще не одна. Но в общем, давайте сразу с плюсов. Весело ли убегать от зомби, как тут боевка и паркур? Во-первых, локация. Она прям правда большая. Город стал более яркий, добавили зеленушки. Выглядит весьма прикольно. Только опять, конечно, вышки, аванпосты и так далее. Все это уже настолько задрало, ну прям вообще. Мне лично хочется поиграть во что-то похожее на Uncharted или Tomb Raider, ну и все такое. Что-то сюжетное. Без большого опенворлда. Потому что большие открытые миры, ну лично меня уже утомили. А тут еще скоро и Horizon, и Elden Ring выходит. Где все это тоже, я уверен, что будет. Так, ладно. Город и локации в целом не понравились. Что-то прям сильно бросается в глаза в сравнении с первой частью. То, что разработчики очень сильно потрудились над его структурой. Паркурить можно везде. Вниз на землю почти не спускаешься. Есть разные трамплины, зиплайны. У нашего главного героя парашют, ну или дельтаплан. Прокачанный крюк кошка. И прикольно, что даже есть несколько вариантов, как, например, забраться куда-то. Или спуститься. Чем-то это все напоминает старые игры Assassin's Creed. Это прикольно. Не каждый город был идеален для паркура Этсо. Ну или Альтаира. В общем, это точно лайк. Также, что касается паркура. Наконец-то персонаж перестал падать. Ну или, по крайней мере, стал делать это реже. Он как бы на мгновение останавливается перед уступом. Во время движения его чуть-чуть примагничивает. Стало, в общем, намного удобней. Это не может не радовать. Давайте вкратце к сюжету. Потому что в первой части он был очень средний. Как вы знаете, по первой части люди все-таки смогли победить Харанский вирус. Но, естественно, этого было недостаточно. И кто-то начал ставить на нем опыты. Но и в итоге доизучались. Вирус выбрался за пределы лаборатории. И заразил людей с моментальной скоростью. Играем из-за персонажа Эйдена. В прологе несколько раз его называют Эйден Шмейден. Интересно, а как это звучит в оригинале? Эйден Шмейден. Эйден Папейден. Наш главный герой и его сестра были подопытными. И я, как понял, на них изучали иммунитет к вирусам. Кстати, из-за этого наш персонаж более сильный, выносливый и быстрый. Ну и так далее. Ну и в общем, вся завязка сюжета, а точнее мотивация нашего главного героя, в том, что его разделили с сестрой. И вот уже 15 лет он ищет того самого ученого и сестру. На своем пути он находит зацепку, которая ведет его в единственный уцелевший город, Велидор, где сейчас живут люди. Там нас будут ждать разные фракции, выборы и так далее. Но того, что нам обещали около 100 выборов, уникальной концовки и так далее, тут этого нет. Точнее, выборы-то есть. Даже и важные. И несколько концовок тоже. Да в общем, это не совсем то, что показывали. Ну, жалко, конечно. Хотя и реализовать это было очень сложно. Это же касается времени прохождения. Никаких 500 часов тут нет. Игра проходится полностью за 70-80 часов. А если не бегать по побочкам, то вообще за 20. За 25. А все дело в том, что рекламщики и маркетологи просто когда видели ветку выбора, относились к этому как к отдельному сюжету. И вот именно поэтому получилась такая большая цифра. По их логике, наверное, Ведьмак 3 тогда можно пройти за 1000 часов, а Red Dead Redemption 2, наверное, за 1500. Ну и кстати, что прикольно? Наконец-то есть русская озвучка. Во время динамичных сцен очень сложно отвести взгляд на субтитры. Уж не знаю, сильно ли там разница с оригиналом, но по первым впечатлениям прикольно. Есть и маты, он в тему. Опять же, пока не Ведьмак с киберпанком, но прикольно и смело. Что касается геймплея. Про паркур уже говорил, теперь поменялась прокачка. Она поделилась на два типа. Это ветка паркура и ветка боевки. Лучше всего прокачиваться и набивать очки ночью, как это было и в первой части. Есть, конечно, интересные детали и баги, которые, мне кажется, скоро пофиксят. Но если что, в дальнейших роликах покажу, как можно побыстрее вначале прокачиваться. Также теперь это очень похоже на РПГ. Персонажа можно всячески обмундировать. У вещей есть редкости статы. Да, это очень сильно напоминает Assassin's Creed или Far Cry. Что касается боевой системы, я играю на ПК, но все равно на геймпаде. И в принципе прикольно. Понравилось, что от разного оружия разный импакт. Но все же как-то мне больше боевка понравилась в первой части. Она как будто была более кинематографичной, что ли. Ну и кстати, после киберпанка тоже есть такое знакомое ощущение. Даже как будто анимации похожи. Но это неплохо. Что касается заданий, честно, я удивлен. Есть прям прикольные миссии. Очень динамичные. Местами даже страшные прям хочется вырубить. Я просто хорроры не люблю. Также видно, что общее настроение игры отличается от первой части. В оригинале картинка была такой приглушенной. С серыми, можно сказать, даже с пустынными тонами. Атмосфера пугала, а сюжет не давал ответов. Герои просто пытались выжить. Как бы была такая неизвестность. Что это за вирус? Как с ним бороться? В сиквеле все иначе. Цвета более яркие. Больше зелени в городе. Но тут настроение разбитости. Выжившие, конечно, пытаются жить дальше. Но напряжение и уныние прям сильно чувствуется. Хотя и угарных персонажей я тоже уже успел встретить. Но все равно по геймплею игра, к сожалению, мало чем удивляет. Опять же повторюсь, те же самые вышки. Кстати, с самого начала персонаж даже над этим стебется. Хорошо, хоть не нужно лезть на самый верх антенны. Я подумал, о, круто, может хоть в этот раз не будет никаких вышек. Карта будет сразу открыта. Ага, сейчас. Размечтался. В общем, честно, меня это уже точно задолбало. Вот единственные вышки, где мне прям они понравились, прям зашли. Я прям всю карту открыл. Вообще, обычно я всегда всю карту открываю, но в общем, это мне прям понравилось. Это Horizon Zero Dawn. Там их немного, это раз. Штук, может, пять или восемь, что-то такое. А во-вторых, ну там нужно было забраться на большого робота. Найти место, где вообще на него можно запрыгнуть. Рассчитать маршрут. Еще залезть на него во время того, как он движется. Но согласитесь, интересно. В Dying Light 2 же все как и везде. Это же касается и вам постов. Это чисто Far Cry 6. И я не против всего этого. Заимствовать идеи это нормально. Но адаптируйте. Сделайте по-своему. Можно было бы, например, сделать вам посты. Что-то вроде как в Days Gone. Где нам нужно было бы убегать от Орды Зомби. Ну или что-то вроде такого. От этого отталкиваться. Но в общем, в целом, если говорить про геймплей игры. Вот если вы играли, например, в игры с открытым миром. Последние лет пять. То считайте, что вы играли в Dying Light 2. Да, тут классный паркур. Зрелищная разнообразная боевка. Но в основном игра потеряла ту свою фишку. Самобытность. Которая была в первой части. Да, может мое мнение изменится после финала игры. Я скажу прям 10 из 10. Но, к сожалению, думаю вряд ли. Ну и теперь самая интересная оптимизация. Вот тут-то точно скажу, что нужно сдать патчи. Как и на консоли, так и на ПК. Проблемы есть как и в производительности. Так и лаги и несрабатывание квестов и скриптов. По графику скажу, что попробовал поиграть на ультрах. С трассировкой. Очень понравился свет, освещение. В общем, эффекты в целом. Но до Киберпанка все равно далеко. Не приплюнуло, в общем. Но в целом неплохо. Ну и кстати, в первый раз такое вижу. Настройки на самом деле очень скудные. Даже нельзя текстуры пониже или повыше поставить. Вообще нет настройки такой. Я даже не помню такую игру, где в настройках не было бы текстур. Но если только старые какие-нибудь. В общем, настройки даже больше консольные. Необычно. А в остальном там весь упор идет на освещение и тени. И еще одна для меня непонятная настройка. Это сглаживание. И почему оно остается включенным, даже если работает DLSS. Это странно, ведь DLSS это и есть сглаживание. И мне кажется, это поправит патчами. Ну и давайте подводить итог. Стоит ли вообще играть или как. Но это точно один из лучших паркуров в играх. От первого лица, мне кажется, точно. Прикольная боевая система. Есть импакт. Неплохие персонажи и в целом история. Точно стало лучше. Не шедевр, но уже видные улучшения в повествовании. Но все равно местами ощущается очень рвано. Наверное, много чего из игры вырезали. А так, карта большая. Места интереса полно. Но кстати, тут тоже есть интересная деталь. Я такого раньше нигде не видел. На месте знака вопроса лут-то гарантирован. Но какой? Вот это уже рандом. Это прям написано в описании места. Что типа есть шанс находки того-то, того-то. Тоже на самом деле очень странное решение. Как бы если мне на месте интереса не дают нужный мне лут для прокачки. Я же больше не захочу просто прокачиваться. Не захочу заходить на эти знаки вопроса. В общем, вот это мне не очень понравилось. Но вообще в целом игра играется неплохо. Да, немножко татология, но уж потерпите. Даже больше скажу круто. Да, есть недостатки. Да, все это уже вы могли где-то видеть. Но в целом неплохо. Но фанаты, наверное, этой серии не очень довольны. Скорее всего они ждали игру 10 из 10. Я их понимаю. И, наверное, оценка на митой критике очень даже адекватная. 7 или 8 игра точно заслужила. Но не больше, к сожалению. На этом пока все. Если видео понравилось, то оцените его лайком. И не забывайте про подписку и колокольчик. Также напишите в комментариях, играли ли вы уже в Dying Light 2. И если да, то как вам? Будет интересно почитать. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие. И будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok